Палестинская автономия Палестинская автономия Палестинская автономия Армия Израиля будет действовать решительно, победит и достигнет подставленных целей. Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что нас ждут дни долгих и трудных боев. Израиль проводит крупнейшую в своей истории мобилизацию. Контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что всего за два дня уже задействовано 300 тысяч резервистов. Погибло более 700 израильтян, более 2000 получили ранения. Мы вводим полную блокаду сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива. Всё заблокируем. Мы боремся с человекоподобными животными и мы действуем соответственно. Несмотря на воздушные удары израильской армии, палестинские боевики всё ещё сохраняют возможность обстреливать израильские города. Неспокойная на границе с Ливаном. С его территории боевики движения Хезбалла в воскресенье обстреляли территорию Израиля из миномётов. Армия Израиля ответила артиллерийским огнём. В связи с угрозой новых боестолкновений на юге Ливана, Израиль запросил у Вашингтона поддержку разведданными. На границу с Ливаном также перебрасываются танки. Радикальная организация Хезбалла не будет вмешиваться в боевые действия в Израиле, если он сам не нападёт на Ливан. Об этом заявляет ливанский МИД. Он якобы получил гарантии от шиитской партии. Это резкая смена вектора, озвученного ранее. Хезбалла высказала поддержку Хамас сразу после атаки на Израиль. А в воскресенье ливанские исламисты даже взяли на себя ответственность за миномётный обстрел израильских позиций. Перемена в их заявлениях произошла после решения США предоставить Израилю помощи отправить к его берегам авианосную группу кораблей. Своё одобрение атаки Хамас высказали также Сирия, Ирак и Кувейт. Иран, который часто называют главным спонсором палестинских и ливанских радикальных группировок, тоже высказал полную поддержку Хамас. Однако миссия Ирана в ООН отрицает причастность своей страны к организации атаки на Израиль. Похоже, что единственное арабское государство, судившее действия Хамас – это Объединённые Арабские Эмираты. Их Министерство иностранных дел обнародовало официальное заявление. В нём идёт и речь о том, что нападение на Израиль – это серьёзная эскалация в регионе, особенно атаки на населённые пункты и обстрелы тысячами ракет. Также министерство шокировано сообщениями о жестоких действиях боевиков и о том, что мирные израильтяне были похищены боевиками из своих домов и удерживаются в качестве заложников. МИД арабской страны призывает обе стороны снизить уровень эскалации и обеспечить безопасность гражданского населения. Государственный секретарь США Энтони Блинкин не считает, что атака Хамас на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины. Об этом он заявил в интервью американским журналистам. Также ранее он предполагал, что целью эскалации на Ближнем Востоке может быть срыв урегулирования отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Переговорный процесс между этими государствами позитивно оценивали аналитики, и его успех мог повлечь за собой снижение мировых цен на нефть. А в этом не заинтересованы ни Иран, ни Россия. Более явно российский след виден в заявлениях хакерской группы Killnet, известной своими атаками на госучреждения стран НАТО в начале вторжения России в Украину. Теперь хакеры обвиняют Израиль в кровопролитии и угрожают атаковать его правительственные системы. Причем здесь Россия-то? Интерес России в нападении Хамас на Израиль видят также аналитики Института изучения войны. Они отмечают, что одновременно с атакой Хамас Кремль начал информационную кампанию. Ее цель – склонить западную аудиторию к снижению поддержки Украины. Эксперты указывают на соответствующие заявления пропагандистов и экс-президента Дмитрия Медведева. Он написал, что Западу стоит заняться палестино-израильским конфликтом, а не лезть в дела России в Украине. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тем временем провел переговоры с генеральным секретарем Лиги Арабских государств Ахмедом Абульгейтом. Обсуждать собирались атаку Хамас на Израиль. Но Лавров на пресс-конференции больше вспоминал Украину. О нападении Хамас на Израиль все-таки тоже говорили. По словам Сергея Лаврова, Лига Арабских государств и Россия в данной ситуации выступают за прекращение огня. Кремль беспокоит, что сектор газа теперь стал объектом для ответных атак. Также Российская Федерация категорически осуждает насилие, при том, что сама ведет кровопролитную войну в Украине. Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий. Зачем, можно сказать, что в таком экстренном режиме Лавров пригласил Генсека Лак в Москву? Мне кажется, все-таки Кремль хочет показать свою роль в Ближнем Востоке, несмотря на то, что сейчас политика Кремля не очень понятна по отношению к израильско-палестинскому конфликту. Потому что мы видим то, что Лавров заявляет, что нужно прекратить боевые действия, что нужно сесть на стол переговоров, что нужно будет решение двух государств. То есть признание или создание государства Палестины. Это все, конечно же, для того, чтобы повлиять и найти сторонников на территории Ближнего Востока. Потому что мы знаем, что у России есть военная база в Сирии, которая влияет на регион в целом. У России свои интересы сейчас на данном этапе. И, конечно же, МИД Российской Федерации связывает события, которые сейчас происходят в израиле, с Украиной. Потому что внешняя политика расти построена сейчас на событиях в Украине. О том, что происходит в мировой повестке. И, конечно же, это для того, чтобы отвлечь мировое сообщество от событий, войны, которые происходят. И для того, чтобы поменять обстановку. Потому что все-таки влияние России на Ближнем Востоке велика. Россия не будет в прямом контексте поддерживать Хамас и ПАД. Но все равно эти взаимоотношения они сейчас сохраняют. Потому что Россия сближается с Ираном, с политикой Ирана. А Иран все-таки поддерживает Хамас и ПАД. И многие говорят, что даже атака, которая произошла против Израиля, которая была Хамасом и ПАД, произведена. И именно Хамас и ПАД получали информацию от иранской разведки для того, чтобы спланировать эту атаку. Поэтому же, конечно, это сближение России с Ираном, оно как бы влияет на политику России на Ближнем Востоке. Нам надо туда послать своих специалистов, помочь им разобраться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова